Министерство науки и высшего образования В этом году мы приняли порядка 5000 абитуриентов по результатам экзаменов в режиме онлайн Участвовало больше человек, сейчас я цифру полно сказать не могу Но мы приняли вот такое число абитуриентов Это означает, что никаких проблем здесь нет Подробнее о предстоящей приемной кампании рассказал Олег Бодров Он продемонстрировал возможности социально-образовательной сети Буду студентом Объяснив алгоритм подачи документов Инструкции по прохождению вступительных испытаний можно посмотреть на нашем YouTube-канале Во время прямого эфира представители руководства ВУЗа также сообщили об изменениях, касающихся порядка приема иностранцев Кроме аттестата или диплома о предыдущем образовании Абитуриенты должны представить дистанционно паспорт и нотариально заверенный перевод обоих документов На данный момент уже более 1200 иностранных граждан подали свои документы в Казанский университет Не у всех есть возможность сдавать экзамены дистанционно И поэтому, как и в прошлые годы, в других странах будут организовываться коллективные точки приема в КФУ Еще несколько вопросов от иностранцев касались приглашений для оформления ВИЗ МВД приостановлен прием наших заявлений на оформление приглашений Собственно, оформление приглашений приостановлено Мы ждем соответствующих решений от нашего Министерства внутренних дел Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен На самом деле, приглашение вам пока не нужно Вы пока регистрируетесь, вы пока сдавайте экзамены Оформляйте все необходимые документы А с приглашением мы разберемся Граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана Могут поступать на бюджетные места наравне с гражданами Российской Федерации Для остальных иностранцев есть квоты по межправительственным соглашениям В случае, если границы к 1 сентября не будут открыты Обучение будет проходить в режиме онлайн Напомним, с 18 мая в формате инсталайвов проходят Дни открытых дверей КФУ С их подробным расписанием вы можете ознакомиться на сайте Камиль Гемоздинов, Универньюз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова